Патентная система налогообложения – это единственный режим, налоговая декларация, по которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента, то есть фиксированного ежемесячного или ежегодного платежа. В первую очередь в документе подробно описаны организации и форма собственности, которые могут воспользоваться новой патентной системой налогообложения. Еще документ увеличивает площадь торгового зала для розничной торговли и зала общественного питания для обслуживания посетителей в три раза – с 50 до 150 квадратных метров. Далее перечислен ряд дополнительных видов деятельности, которые тоже могут быть охвачены патентным налогообложением. Всего в перечне 16 пунктов. Среди них деятельность стоянок для транспортных средств, услуги по уходу за домашними животными, ремонт спортивного и туристического оборудования, сборка и ремонт очков, изготовление бумажных визиток и пригласительных билетов на семейные торжества, а также услуги по вспашке огородов, распиловке дров и другие. И, наконец, разрешается применять патентное налогообложение при осуществлении торговли через торговые автоматы. Обычно в таких точках можно приобрести кофе или снеки. При этом стоимость патента в таком случае рассчитывается на каждый торговый автомат. Важно отметить, что стоимость патента и вид деятельности для фиксированного налогообложения в каждом регионе страны индивидуальные. Елизавета Виноградова, Время новостей.